Атаго-джинджа. Кстати сказать, классический сюжет встречался мне в разных вариантах, по-моему, со всех частей Японии. Так что я абсолютно не удивилась, когда обнаруживала его еще и в Санбонге. В имении древнего рода Сето, что в Нейнуме, местечке Футамата, есть храм Атаго-джинджа. Этот храм основал предок рода Сето, Тоса Йошиката, и о нем существует такая легенда. Как-то пришла в округу лихорадка, многие заболели, и в страдную пору не хватало рабочих рук. Глава семьи Сето тоже выбился из сил. И вот когда он отдыхал в перерыве между ежедневными работами, к нему подошел незнакомый мальчик и сказал, я тебе помогу. Он вывел лошадь из стойла, лошадь спокойно пошла за ним. Мальчик пошел с ней на поле и вспахал его. Так до вечера исправились со всеми работами. Хозяин дома пригласил мальчика к себе домой, но как только они дошли до Атаго-джинджа, мальчик исчез. Хозяин пошел по следам своего гостя и заметил, что они ведут как раз к ходу в храм. Он заглянул внутрь и посмотрел на ноги Ками. Они были в грязи. Он много раз поклонился Ками, и с тех пор род Сето истово верит в Атаго и считают его своим покровителем. Субтитры создавал DimaTorzok